Это я плохой парень. Это я бьюсь сильнее всех. Это меня боятся больше всех. И вот мы снова здесь. Вот он, бронзовый бомбардировщик. 42 боя за 11 лет карьеры. Карьеры, за которую мы повидали все возможные виды вспышек гнева и разрушительных развязок. Я тот человек, который может отправить тебя в нокаут в любой момент, в любом раунде, в любую минуту и в любую секунду. И не нашлось еще того, кто бы вышел на ринг против Деонтея Уайлдера и не был бы им отправлен в нокаут или нокдаун. Его истинную сущность можно ненавидеть или любить, но именно она наряду с его природными данными, такими как рост, атлетизм и настоящая сила, делают из него того самого громилу, способного с одного удара уложить любого соперника. Его совсем не ласковые удары, а скорее шквал, как по заказу, пробивающих в голову нокаутирующих ударов, не позволяет его боям длиться слишком долго. И если верить Уайлдеру, который заявляет, что сможет нокаутировать Джошуа 10 раз из 10, впереди нас ждет еще очень много интересного. И после очередного ошеломляющего боя Деонтея Уайлдера, который состоялся 18 мая 2019 года и уже был названным в народе судным днем для Доменика Брезилла. Давайте посмотрим на 5 моментов, когда Деонтея Уайлдер потряс мир бокса. Добро пожаловать снова на канал на связи! Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если это видео вам интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего выпуска. Калифорния, США. 2013 год. Деонтея Уайлдер против Сергея Ляховича. И номером первым становится нокаут почти шестилетней давности, который определил карьеру боксера. Случился он в период стремительного роста Уайлдера в ринге, всего за четыре боя до завоевания титула чемпиона мира по версии WBC. 29-м соперником Деонтея стал Сергей Ляхович, талантливый белорусский боксер. Для начала, быстро пощупав почву, Уайлдер сориентировался, и уже на отметке 1 минута 40 секунд первого раунда он нанес удар правой, заставивший Сергея отойти канатом, и через несколько секунд жестко его нокаутировал. Ляхович упал и задергался в конвульсиях. Радость Уайлдера от очередного нокаута омрачилась беспокойством о сопернике. Это был тот самый инстинкт победителя, та самая воля к победе и полная равнодушие к возможностям соперника, которые запустили взрывную волну по всему дивизиону. Все приходят, чтобы поиметь то, что есть у меня, и мне это нравится. Я люблю это. Я люблю быть самым востребованным в мире в положительном смысле. Нью-Йорк, США. 2016 год. Дэнте Уайлдер против Артура Шпильки. Следующим можно назвать, наверное, сам леденящий душу момент в карьере тяжеловеса Уайлдера. После накаленного наращивания сил в поединке с польским боксером Артуром Шпилькой, мы увидели не менее жесткий конец боя. Уайлдер выглядел уверенно на протяжении боя и постепенно начал наносить еще более четкие удары. Так продолжилось до девятого раунда, во время которого он еще более эффективно, чем в прошлый раз, нанес один из самых мощных ударов правой в своей карьере. Один, единственный удар, который в пух и прах развеял все сомнения в том, что он в состоянии сохранить свою мощь до более поздних раундов. Шпилька был без сознания около минуты. Затем Уайлдер увидел, как его оппонент покинул ринг на носилках. И показатель 36 в нулю стал еще одним веским напоминанием, что Денте взялся за дело серьезно. Я тебе обещаю, как только ты ступишь на ринг, я тебя окричу. Понимаете, кто бы это ни был, я готов. Я всегда готов. Я всегда на взводе. Это мое постоянное состояние, и я буду продолжать всех удивлять. Я готов в любой момент. Без сомнения, готов. Я помогу тебе не испортить рекорд. Ты не продержишься дольше четырех раундов. Лас-Вегас, США. 2015 год. Денте Уайлдер против Бермейна Стиверна. Номер три. Похоже внешнее, похоже внутреннее. Оба спортсмена демонстрировали откровенную неприязнь друг к другу и обещали закончить бой нокаутом. Продержавшись 12 раундов во время их первого боя и проиграв по очкам единогласным решением судей, Стиверн считается единственным человеком, которому удалось удержать дистанцию с Уайлдером. Такие заголовки только подтверждали намерение Уайлдера поквитаться. Нью-Йорк, США. 2017 год. Денте Уайлдер против Бермейна Стиверна. Я подписываюсь под каждым словом, которое говорю. И мне не нужно говорить, что я собираюсь сделать. Мне нужно это показать. Потому что шоу – это я. И да, он это сделал. Отправив Стиверна в нокдаун тем самым ударом двойкой всего через две минуты первого раунда, Уайлдер вышел на тропу войны. И сразу после этого еще один раз, прежде чем на Стиверна обрушился шквал фирменных нокаутирующих ударов Уайлдера. И всего за один раунд Уайлдер снова нам напомнил, что по щелчку пальца он может уничтожить любого соперника. И стоит ему только поднажать, никто не сможет этого выдержать. Король не гонится за поданными. Король встречается с королями. Мне нужен Джошуа. Нью-Йорк, США, 2018 год. Дэнтэй Уайлдер против Луиса Ортиса. Всего два боя назад, в начале прошлого года, перед Уайлдером стоял самая жесткая задача. Я говорю, что я лучше всех. Они говорят, что он лучше всех. В этом вся суть бокса. Лучшие дерутся с лучшими. Самым большим рывком вперед для Уайлдера в сегодняшнем списке стала встреча с кубинским здоровяком Луисом Ортисом. И хотя пресс-конференция прошла на удивление спокойно, бой оказался абсолютной противоположностью. На этот раз Уайлдер шокировал зрителей не своей непредалимой мощью, а своим потрясающим мужеством. И несмотря на осторожный старт, оба боксера пытались использовать каждую возможность. И в седьмом раунде Ортису практически удалось остановить Уайлдера. Но вовремя прозвучал гонг, и Уайлдер смог устоять. Сделав выводы и вернув себе преимущество, в десятом раунде Дэн Тэй в своем стиле выпустил на свободу свою правую руку. Что для кубинца было уже слишком. Можно сказать, Уайлдеру пришлось впервые отвоевывать свой успех у талантливого, профессионального и опасного тяжеловеса. Я же говорил, что сегодня настоящий чемпион это я. Так и есть. Может быть только один чемпион, один победитель. И имя его Дэн Тэй Уайлдер. Лос-Анджелес, США. 2018 год. Дэн Тэй Уайлдер против Тайсона Фьюри. Момент пятый. Эта ночь, дающая ответы на все вопросы. Каким-то образом ситуация стала безвыигрышной и для Уайлдера, и для Фьюри, который только 18 месяцев назад вернулся на ринг. В конце концов, навыки скорости громоздкости цыганского короля никогда не сулили ничего хорошего для его соперников. И тем не менее, эта ночь по праву потрясла мир бокса одним из лучших поединков десятилетия, который оправдал все ожидания и ажиотаж вокруг него и даже больше. С самого начала Фьюри создавал Уайлдеру проблемы, используя его недостатки, которые стали очевидными благодаря Луису Уортису. Но ни одному из тяжеловесов не удалось победить. И хотя Фьюри время от времени вырывался вперед, этого было недостаточно. И когда наступил подходящий момент, Уайлдер выжил из него все, что мог. Но с учетом всей его карьеры, американец слишком поздно смог отправить соперника в нокдауны. Один из которых стал для Фьюри собственным моментом чуда, когда он практически восстал из мертвых. Такой драматический уход от поражения вселил жизнь в дивизион тяжелой весовой категории. Таким образом, в режиме Уайлдера остался огромный знак «Продолжение следует». И бронзовый бомбардировщик надеется исправить ситуацию в привычной для него манере. И встреча на ринге 18 мая с Домиником Брезиллом, наполненная враждебностью и высокими ставками для двух крутых бойцов, стала тому доказательством. Что бы ни случилось, помните, вы сами об этом просили. Спасибо, ребята, что досмотрели это видео до конца. Если видео понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И подписывайтесь на канал на связи. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok